Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с территорией, на которой можно применять налог на самозанятых. Либо другое название этого налога – налог на профессиональный доход. Именно данному вопросу посвящены ряд писем фискальных органов, реквизит которых вы видите. Первое письмо было подготовлено Минфином России и в нем рассматривался вопрос, когда лицо оказывало услуги по аренде в городе Краснодар. Соответственно, возник вопрос, можно ли такому лицу применять налог на самозанятых. Рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что в настоящий момент налог на самозанятых применяется в Москве, Московской области, Калужской области, а также в Республике Татарстан. Соответственно, в том случае, если услуги по сдаче в найм жилья оказываются в городе Краснодар, то лицо не имеет права применять налог на самозанятых. Вместе с тем, здесь есть определенные нюансы. И эти нюансы, они отражены в письме уже ФНС России. Так, ФНС России рассматривала ситуацию, когда лицо осуществляет деятельность как на территории субъекта, на котором проводится эксперимент по применению налога на самозанятых, так и на территории субъекта, в котором не применяется налог на самозанятых. Соответственно, возник вопрос, каким образом облагать доходы такого физического лица. Так вот, ФНС указывает на то, что в том случае, если физическое лицо оказывает услуги как в субъекте, который включен в эксперимент, так и в субъекте, который не включен, и при этом лицо зарегистрировано именно в субъекте, в котором осуществляется эксперимент, то в этом случае лицо может облагать налогом на самозанятых все доходы, то есть как доходы, полученные на территории субъекта, в рамках которого применяется налог на самозанятых, так и доходы, полученные на территории субъекта, в котором, во всяком случае, пока налог на самозанятых не применяется. Исходя из позиции ФНС, получается, что в том случае, если бы лицо, которое сдает в аренду помещение в Краснодаре, было бы зарегистрировано, скажем, в Москве, и в Москве также получало какие-то доходы, то в этом случае лицо могло бы спокойно в отношении всех своих доходов применять налог на самозанятых. Но вообще следует заметить, что в ближайшее время, скорее всего, эта проблема будет снята, поскольку налог на самозанятых будет распространяться более широко и, скорее всего, будет применяться на всей территории Российской Федерации. Во всяком случае, об этом уже неоднократно говорили официальные лица, и на сайте ФНС России появилось интервью главы ФНС Мишустина, который указал, что к осени ФНС России будет готова к расширению эксперимента по ведению налога на профессиональный доход. Ну, какие рамки этого расширения, пока непонятно. Возможно, просто будет дополнен перечень регионов, в которых будет применяться налог на самозанятых. Возможно, вообще вся территория России будет охвачена налогом на самозанятых. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.